Здесь я начал, меня поставили, как сказать, на ноги, сделали из меня не только футболиста, но и человека. Мы в составе Таврии выиграли Кубок Украины, случалось, забивал, не помню сколько, выше лиги, вдов 7-8 забил. Как обычный парень начинал спокойно во дворе, в школе, бегали с пацанами. Потом в первом классе, когда уже пошел в школу, папа решил меня отвезти на футбол на стадион «Локомотив». Еще тогда было там песчаное поле, место искусственного. Ну, там, если честно сказать, тренер был далекий от футбола, прозанимался у него максимум месяц. И потом позвонил тренер знакомый с Таврии Кувшинов. И вот сюда пришел на этот стадион, здесь уже делал первые шаги именно в футболе. В Таврию высшую лигу Украины, в это я попал в 2002 году. Тогда был Заяев Антолий Николаевич, царство небесное, главный тренер. Он мне позвонил домой, тогда я еще был молодой, импульсивный. Он меня позвал в Таврию. Как бы я ему ответил таким отрицательным ответом, что не хочу я быть Таврией, потому что раньше ходила такая слава, бандитские времена, такая команда, что там ты и погибнешь. А перед этим я буквально ездил в Финляндию на просмотр в Йокерит. Там уже мне предлагали контракт, уже что-то зачислил в университет. Ну, предлагали переехать в Финляндию. И как бы из этого я дал отказ Таврии. Ну, буквально прошло месяца три, и Заяев меня переубедил, и я подписал с Таврией контракт. Здесь я начал, меня поставили, как сказать, на ноги. Сделали из меня не только футболиста, но и человека. Поэтому это был такой именно самый главный этап в моей карьере, где я именно выстрелил как футболист. Насколько я знаю, вы даже в Белоруссии немножко пожили. В Белоруссии был четыре месяца. Да, это у меня с Металлур Донецком заканчивался контракт. Как бы по обоюдному согласию не продлевали его. Потому что у меня был вариант вернуться в Таврию. Как раз, когда тут уже начиналась такая чуть-чуть разруха в футболе. Но с Таврией не срослось, и мне пришлось, чтобы четыре месяца не выпадать. Предложил знакомый агент поехать в Белоруссию на четыре месяца, поиграть там. Вот я согласился, поехал четыре месяца, отыграл там. Первым тренером, который меня здесь, я считаю, поставил на этот путь истинный футбольный, это Умрихин Александр Иванович. Он меня вот до седьмого класса вел. Не знаю почему, но он видел во мне как бы футболиста. Он мне не запрещал ни обыгрывать, ни бить. Как бы, ну, такой именно тренер был, который дал мне поверить в то, что я футболист именно. Потом он в восьмом классе передал меня уже в училище Олимпийского резерва. Там четыре года меня вел Гутянка Анатолий Николаевич, который уже помогал то, что вложил в меня Умрихин. Но мало того, что мы там уже четыре года именно жили в училище, как уже делал человека в поведении и в быту, потому что родители видели максимум раз на выходных. И он меня уже так более поставил на ноги, как уже взрослого, как родительского, да. Потом после него, понятно, это уже Анатолий Николаевич Заяев, который меня туда именно на высший уровень вывел и сделал с меня реально хорошего как бы человека в первую очередь, именно по игрока, профессионала, чтобы я уже начал по-другому относиться, что это именно уже не то, что забава, это профессия, ответственность такая. И благодаря ему я вышел в этот уровень. Потом, да, пришел в Таврию Фоменко. Это человек, который жесткий, он с нами редко общался. Он через три года только узнал, что у меня есть жена, я где-то учусь. Он не общался с футболистами, но именно у него была дисциплина, тренировки, что мы относились как профессионалы, и благодаря ему я попал в сборную Украины. Ну, понятно, что это, когда мы в составе Таврии выиграли Кубок Украины, это, наверное, самое высшее достижение, которое может быть. Ну, а именно без наград медали, это вызов национальной сборной Украины, там, когда дебютировал, это тоже был такой бы хурор, что местный футболист, крымский, попал в сборную Украины. Ну, мало таких людей. Это, считаю, тоже таким достижением. Количество голов важно для футболистов? Смотря какой амплуа, так как я играл в первое время более атакующего полузащитника, как бы требовали с меня голы, но я еще был молодой, сырой, поэтому их не так много было. Потом, когда пришел в Таврию Фоменко, он меня перевел, как бы, в линию обороны. Там уже от меня больше было голевых передач, чем голов. Ну, случалось, забивал, не помню, сколько вышел. Голов 7-8 забил. В 2017 году вы решили уйти из порта. Что привело к такому решению? Ну, во-первых, уже как бы травмы замучили, потому что за тот последний год в составе Таврии два раза я ломал ребро. Там интервал буквально месяца три был, только восстанавливался заново, другое ломал. И последнее, наверное, это было уже когда с Евпаторией в апреле, в конце апреля сломали мне голеностоп. Как бы уже надоело лечиться. Это, ну, как-то часто сказать, это уже, ну, и не тот уровень, где надо мучиться на тренировках, вот это ежедневно семью. Да, выкладываться, оставлять семью, быть на этих заездах. Ну, это уже этого не стоило, мне кажется. Ну, раз вы коснулись темы семьи, я хочу ее продолжить. Правда, что если есть в семье футболист, то самые главные болельщики – это жена, дети, родственники ближайшие? Ну, конечно, всегда семья. С тех времен, еще когда были полные стадионы, там, наверное, четверть стадиона забивали всегда. Это родственники, знакомые, жены, дети. Как и, наверное, сейчас, наверное, сейчас уже болельщиков мало, наверное, в основном одни родственники и ходят только на футбол. А лично у вас поддерживает семья? Конечно, жена была всегда на всех играх. Когда я и здесь был, и в Донецке, и дочка приходила. Ну, уже дочка приходила, когда мы были здесь, в Крыму. Ну, наверняка, гордятся вами. Ну, конечно, в медали все собирает. Жена постоянно раньше, сейчас газет. Тогда, как бы, интернет не так был распространен. В те времена «Спортэкспресс», команда, все эти вырезки, журналы все собирала. Как бы, приятно было. Денис, кто сегодня из футболистов, возможно, зарубежных, достоин внимания зрителей и, возможно, восхищает коллег? В данный момент мне нравится, наверное, Ливерпуль. Вся команда, там, взять от вратаря и заканчивая запасными. У них там все на высшем уровне. Самое главное, что они бьются друг за друга. И на этом фоне у них каждый чем-то индивидуально сильный футболист. Как бы, нельзя говорить только там о Месси и Роналду, что вот золотые мячи, которые люди все на показухе. Как бы, надо не забывать и остальных. Насколько мне известно, возглавляете комитет по... Проведению соревнований. ...соревнований. Да. Как вам работается в этой специфике? Если честно, когда пробыл всю жизнь футболистом, тренировки, какие-то разъезды, ну, такая неинтересная работа, вот эта кабинетная, сидеть, какими-то заявками заниматься. Единственное, что вот близко к футболу, это переговоры, когда клубы не могут между собой договориться о время начала матча или дату, что-то у них не получается. Как будто, что мы футбольные люди, нам легче их свести, да, как найти какой-то компромисс, чтобы потом это, ну, все хорошо произошло. Не нравится, честно, уже работать. Думаю, вот, детей сейчас тренирую, две группы, и с лета уже, думаю, ну, полностью перейти на тренерскую деятельность. Касательно аматорского футбола, знаю, что до сих пор продолжаете играть и способствуете тому, чтобы другие участвовали, даже не профессионалы. Играем, да, в Сиферопольский район за команду «Легион». Участвовали, наверное, во всех Сиферопольских соревнованиях, в мини-футболе, в Кубке района, в Суперкубке, в Лиге района, как бы. Там собраны не одни профессионалы, есть ребята, которые сейчас задействованы там в любительской лиге, бывшие футболисты, есть некоторые люди. Других профессий, да? Есть гинекологи, директора ритуальных услуг, дальнебойщики. Ну, он полный в букет у нас. В свете последних событий я сейчас имею в виду ситуацию с Кокориным и Ломаевым. Как вы относитесь к ним? Ну, конечно, отрицательно отношусь, потому что это известные футболисты, публичные люди. Они не должны себя так вести на публике, что на них смотрят миллионы фанатов, детей, которые должны брать с них пример. Они показывают такое поведение. Единственное, что, как бы, по-моему, как бы, я считаю, что, ну, это жестко их так наказали. Строго по полтора года дали за какой-то удар стулом, там, еще за избеянием. За какой-то удар стулом. Кому хочется сказать сейчас вот спасибо за какие-то там моменты в жизни? Спасибо, понятно, в первую очередь родителям, то, что они поверили в меня, отдали меня в этот спорт. Вот папу, то, что он со мной возился, постоянно на все игры ездил. Ну, и спасибо всем тренерам, с кем мне приходилось работать, какие бы у меня ни были отношения, там, негативные, отрицательные, ругань, это все рабочий процесс, все между собой ругаются, какие-то есть разногласия. Кому-то нравится этот футболист, кому-то другой. Поэтому у меня уже, когда я закончил, у меня нет никому претензий, потому что я сам понимаю, что у каждого тренера свое видение в том или ином эпизоде, и от этого никуда не денешься. Поэтому у меня обид на кого нет, только хорошие воспоминания. Хочется развиваться как тренер, учиться, вырасти именно уже профессиональным тренером, и как можно больше, там, если я сейчас начал с детей, как можно больше открывать талантов какие-то, чтобы у них получилось то, что у меня получилось. В чем заключается ваше счастье на сегодняшний день? Счастье – это семья, жена, ребенок – это самое главное, потому что какие бы ни были там проблемы или радости, там, финансовые, там, здоровье, то, что, ну, когда семья рядом – это самое главное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова